друзья всем привет сегодня видео без темы просто болталка просто можно сказать снимаю для себя вот то как выглядят растения перед тем как я их занесу на полке белку бери свое ухо даже не знаю о чем говорить грустно ужасно вот последние наверное два дня мои растения стоят на улице потом я смотрю сегодня у нас вот я снимаю сегодня вторник видео это выйдет наверное может быть в четверг может быть в пятницу не знаю когда но в общем не сегодня точно что ты там жрешь листик листик жрет вот листик вот поэтому а почему не сегодня и не завтра но выйдет сегодня я уже выпустил одно видео про паутиного клеща а завтра мне нужно будет сегодня придут корейцы пойду сегодня за кореей не знаю в каком они еще будут состоянии ну буду снимать буду снимать вам те трупы которые едут 32 дня года сегодня пасмурная ярких красок на суккулентах мы сейчас не увидим вот но все равно хотя бы хотя бы просто внешний вид их запечатлеть потому что на полках они естественно изменят свой окрас изменят свою форму просто когда-нибудь зимой когда они под моей не очень хорошей досветкой будут раскидывать свои листья будут пытаться вытягиваться буду просто смотреть вот на эту красоту и мечтать о лете белка ты достала вот честное слово достала вот один лист на 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 тебе листик на на цветы занесем будем мыть полки чистоту наведем перед зимой вот этот цветонос друзья помните я говорила что я его пылю в итоге я его сломала несколько раз вот здесь он был отломлен я ему ставила подпорку и все равно потом я его сломала еще ниже вот он даже у меня подвязан остался не знаю кто тут завязался я пыталась опылить эту хиверию кисточкой но пусть он так вот сейчас полежит там еще сок какой-то есть может быть что-то там и дозреет не знаю вот а сегодня еще попробую опылить кисточкой барон болт вот распустился такой очень мощный цветонос и вот эту пахеверию джульетта что выйдет из этого я не знаю может быть и ничего не выйдет хотя да как какой выйдет на полке я занесу и ничего не выйдет друзья это все все уже не успела потому что на полках меня не хватит места вот для этих цветоносов их придется срезать они будут загнуты печалька не успела давайте пробегусь по видам чуть-чуть это куспи дата и хиверия куспи дата вот она рядом черный рыцарь симуланс лагуна санчес эту забыла сейчас вспомню вспомнила флори дети это грабтоверия деби это арпет кстати вот на улицу арпет вынесла на принималась дома потом вынесла на улицу и на набрала такую же розовинку блюдце ее загнулись такая интересная становится это вот грабтоверия пинк руби центре мусор в ней в розетке это их и верия пройти им пинг это их и верия вот это их и верия флори дети я сказала на брат буриану флори дети флори дети вот с красными кончиками от нее подрастают дети получилось у меня развести детей от листа но это все корейцы это их и верия ака и хоси вот тройная белеса и две розетки и маленькая еще рядышком вот это гибрид я не знаю я так подозреваю что это гибрид сейчас покажу вот эта розетка вот это сейчас сейчас вспомню полидонис мехико вот в центре но она конечно гибрид полидонис а вот эта розетка я уже думаю что это гибрид от того растения она у меня долгое время жила под именем геркулес но это не геркулес у нее листья такие живот волнообразные как у той только немножко отличается окрас вот от нее вот которая в центре вот эта розетка мои недолезу вот в центре от нее есть дети на продажу я их еще не выставляла что-то не до этого в общем детей от нее штук наверное пять такая интересная розеточка она небольшая вырастает небольшая ей уже два года вот она в семерку влазит так что я считаю вполне себе неплохой гибрид вот сиреневая это тинбургер на поярче сейчас в условиях плохой освещенности окраска совершенно не то вот там торчит вот белая с налетом стертым наполовину видно там торчит лапин там торчит черный ястреб но их не видно я когда буду заносить на полке растений если будет время просто у меня на тот день планируется очень много всяких дел разных и не знаю будет ли время снять видео вообще хотелось бы конечно хотелось бы конечно чтобы светило солнце вот так это у нас вот вен торчит который мордочка к нам повернут рядом с красула между тинбургером сиреневых и красулой торчит вент вент почему он наклонился потому что у него там лезет дитё и она его толкает эту материнскую голову толкает и она повелась ой не знаю про кого еще рассказать это эстер это кремер это монро оранж это мелако грабтоверия миссис ричардс это моя симон сваригата это капли дождя рейндропс это белка белочка белочка попозируй нам белочка 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 чапаева белка у нее фамилия чапаева потому что у нее очень длинные усы очень невероятно длинные прям ну прям вообще белочка белочка сейчас на волю вылезла ей не до позирования там машины едут куры бегают надо за всеми понаблюдать тут у нас вот разруха у нас тут рыли канализацию видите вот асфальт поднят ужасно все вид кошмарный был кошмарная сейчас еще лучше так ну здесь вот в стороне лебединое озеро маленьком горшочке двойная голова рель сагар сахар там вот наклонился мордочкой к стеклу граб капиталом супербу лавли роуз во всей красе дальше за лавли роуз эбони так там каланхоя ромбопилоза пестренькая там дальше торчит за каланхоя мэнса ну плохо вот так издали все показывать дотянуться вынимать горшки не имеет смысла потому что это очень долго чтобы вынуть нужно притеснить другие растения а это опять лишнее повреждение листьям в общем сейчас я этого делать не буду ой не знаю не знаю чего еще показать раз вынимать не буду зачем ты тогда это все снимаешь скажите вы да ну так просто просто так чтобы чтобы посмотреть белка да куда ж ты лезешь вот грабтоверь эти тубанс варегатная какая стала интересная цвет у нее такой нежнейший переходящий такие оттенки обалденная дети кстати не очень растут они сейчас в стадии стагнации просто торчат там земле и все вот справа в последнем круглом горшочке в овальном с самого края смотрите какая красивая эхиверия топси турви я посмотрела она так интересно развивается но вот она не растет видимо вот сейчас условия такие прохладные холодные и она начинает заводиться обзаводиться детьми я вчера доставал этот горшок смотрела там что есть что чего нет поближе и обнаружила что вот у нее под юбкой по кругу целая куча детей так интересно вот она в продаже есть потому что у меня есть для себя большая розетка но это тоже не маленькая так смотрится сантиметров пять наверное точно у нее раскит листьев может быть шесть так там вот торчит 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 талимоненсис вот у меня две талимоненсис вот розоватая внизу в коричневую в белом горшочке такая с коричневыми кончиками вот а вторую сейчас покажу вот вторая талимоненсис это растет в условиях комнаты то есть на полках она и я сажала ее она была больше да просто уплотняется набирает налет вот у этой листики побольше пошире налета побольше и поменьше разводов ну вот так вот ведут себя ведет себе один вид в разных условиях то есть улица и полка на окне ну я уже говорил что наверное с одной буду расставаться хотя сейчас не уверена еще ничего не могу сказать точно пока не буду всех пока не составлю всех на полке и тогда уже станет ясно с кем я расстанусь возможно придется продать несколько крупных экземпляров жалко конечно но ничего не попишешь хочу вам также показать свою хиверию лаву красоточка она была с такими же длиннющими корнями как я вот показывала недавно в видео пересадка эхиверии с длинными корнями вот она у меня прошла такую же стадию пересадки обрезка корней адаптация укоренения сейчас она неплохо себя чувствует вот хочу что сказать про лаву ее я буду она у меня сейчас стоит на кухне но ее я буду на зимний период убирать с кухни в зал потому что смотрите вот у нее на листиках пятнышки маленькие крапинки это не какое-то там заболевание еще что-то это просто оседает испарение и возможно вот те жиры которые витают в воздухе при приготовлении пищи на всех хивериях с налетом такое происходит поэтому имейте это в виду когда у вас растение находится в кухне либо рядом с увлажнителем воздуха вот такое имеет место быть чтобы сохранить налет нужно просто удалить эту хиверию от источника испарения от источника жарки ну в общем сделать ей такие условия чтобы на нее не попадало ничего вообще конечно лау очень трудно сохранить в идеальном состоянии у меня это никогда не получалось ну я с этим уже смирилась что есть то есть белка там кисточку закатила и играет в футбол так сейчас поставлю лау хотела друзья показать вам свои новинки это вот мои новинки это детки ну вот мизерные такие крошечные детки горшок здесь 7 сантиметров детки эти уже у меня наверное пару недель сидят в этом горшке ну вот справа крайняя ко мне это кэрол махонькая деточка вот дальше вверх от кэрол вот это вот это эхиверия сильвер принц одна из варигатных форм черного принца да белка ну уйди ты ради бога и так рука трясется уйди нет белка не уйдет белка не уйдет чапаева белка не уйдет белочка белка белка реально чапаев белка ты моя самая прекрасная в мире белка да да вот эту деточку сильвер принца я покупала за 550 рублей размер у нее был два с половиной сантиметра ну сейчас наверное она и не подросла еще потому что она вот я только недавно смотрела начала корешки давать но сейчас может быть чуть-чуть просто тургор она поднабрала и немножко раскопустилась я надеюсь что она примется и когда-нибудь превратится возможно в красавца в какого-нибудь такого неописуемого вообще конечно этот вид очень интересный очень шикарный и его очень редко можно найти в коллекциях вот в корее я его искала у многих продавцов и не нашла то есть вообще варегатная форма черного принца в корее мне не встречалось вот есть они в Индонезии но там они стоят бешеных денег и плюс еще доставка несмотря сколько ты растений заказываешь на какой-то я сайт заходила индонезийский и вот там где-то наверное вот сам этот черный принц стоит около 4-5 тысяч и плюс 6 тысяч еще доставка ну это конечно жесть просто надо быть безбашенным чтобы заказать одно растение за 11-12 тысяч рублей ну это мое мнение вот это рядом детка не знаю как она называется это чистая кореянка детка от корейского растения я на это растение облизывалась уже наверное год и вот я себе заказала наконец-то вот эту деточку мне она пришла ну стоит она много не буду говорить сколько больше чем черный принц ну вот ну не 11 тысяч как в Индонезии вот вот это тоже очень интересная розетка тоже не дешевая тоже вот в таком состоянии я ее покупала вот она еще даже тургор не набрала то есть она они все в стадии укоренения вот стоила она чуть подешевле чем черный принц вот что из нее получится ну вообще она не очень красивая но у нее когда при взрослом состоянии очень своеобразно интересно расположены листья ну взяла так поиграться что из нее вырастет посмотрим вот хотела еще показать ну не как вам как просто запечатлеть для себя как выглядит моя дудлея дудлея моя сейчас принялась шикарно начала расти раздваивает головы раскинула листья хватает ей влаги корневая система у нее отлично наросла я ее вам уже рассказывала я ее корни ей наращивала в стакане с водой потому что по-другому она больше никак не укоренялась то есть она чахла чахла у нее отсыхали листья у нее были очень длинные листья но я надеюсь они сейчас будут большие вот те длинные которые были все поотсохли вот начинали отсыхать кончики вот смотрите три листа с отсохшими кончиками я эти сухие кончики содрала вот остались такие ранки сухие ну вообще розетка конечно интересная налет у нее обалденный как у лау и форма листьев растение шикарное ну вот мне конечно повезло то что она дала корни у многих дудлея те даже девочки которые у меня покупали до сих пор у них дудлея сидит без корней но я вам советую девочки просто поставить ее в воду отряхнуть от земли просушить и заново поставить ее в воду и пусть она в воде не сгниют корни как ни странно моя стояла в воде полтора месяца летом начала давать небольшие корешки и уже ближе к сентябрю она как бы вот у нее наверное биологические процессы пошли такие какие нужно потому что дудлеи летом спят а к осень они просыпаются и вот она начала просыпаться в стакане с водой и корни начали образовываться быстрее и буквально наверное за пару недель она нарастила себе большую шапку корней и вот уже с этими корнями я ее посадила ну что я могу про нее сказать она очень любит влагу то есть я пришла к такому выводу что она должна поливаться чаще чем эхиверии вот что с ней будет дальше не знаю это растение у меня вот только я с ним начала играться наверное с июня она у меня долго как я уже сказала не давала корни в земле потом долго стояла в воде ну вот уже наверное с месяц она у меня уже растет в грунте может быть даже чуть больше ну не знаю точно не суть ну вот что с ней будет дальше буду экспериментировать буду смотреть по ее состоянию вот потому что все что ты можешь рассказать о суккуленте о каком-либо виде обо всех тонкостях это нужно пропустить через себя то есть то что вот я прослушала там какое-то видео ну нет я конечно приму на заметку там всякие советы вот последую этим советам но все равно то что ты имеешь дело сам с этими растениями это конечно бесценный опыт и твои ошибки это тоже бесценный опыт потому что больше ты их не допустишь а прочитав или прослушав что-то об этих ошибках но все равно к сведению не очень сильно примешь но это я говорю про себя то есть вот самое лучшее это конечно учиться на своих ошибках на своих победах на своих неудачах это бесценный опыт хотела показать еще вам вот эту эхиверию эхиверия арье она пришла вытянутая я ее отдавала по уценке ее никто не взял никто на нее не польстился вот я ее посадила в этот горшок и смотрите она принялась и начала уже набирать цвет вот так как я говорила кончики у нее со временем там будут такие будто выступают капли крови ну интересно очень она выглядит ну вот по вот этому виду тоже сейчас еще ничего не скажешь но вот я смотрю уже что прогресс на лицо прям замечательно она уже начала набирать свет хотя лампы я включаю им только вот те кто которые стоят на полках включаем только вечером там на 3-4 часа все если будут лампы гореть круглосуточно ну что это и будет когда я занесу все растения на полку уже будут они гореть ну с 7-8 утра и до 11-12 ночи там когда я спать ложусь тогда выключаю вот и тогда конечно уже процесс будет быстрей ну сейчас меня уже все равно радует вот это ее состояние она естественно принялась макушечка стала компактной и окрас начал интенсивно набираться вот еще одно растение оно в продаже это эхиверия рига розетка ну примерно 7 сантиметров от листа до листа тут горшок 7 сантиметров будет она ну может быть сейчас выйду покажу вам какая она на улице у меня такие две розетки еще растут на улице вот там она прям хорошо но здесь она стоит без света поэтому здесь у нее окраса нет вот специфика этого вида то что при ярком свете при лампах у нее во первых кончики краснеют во вторых у нее начинают появляться крапинки на листьях чем больше цвета тем больше крапинок она становится вся такая пестрая вся такая невозможная розетка интересная вид очень интересный кстати я когда вот делала последнюю корейскую закупку я хотела купить такие растения на продажу потому что многие девочки их спрашивали но я не нашла у корейцев ни одной такой розетки то есть ни у кого ни дохлой ни красивой никакой то есть их вот на тот момент не было сейчас не знаю может быть появились но сейчас уже корей я заказывать наверное не буду потому что имея вот этот печальный опыт я не знаю что я еще получу сегодня пойду за ними не знаю что там будет что там приедет но думаю что ничего хорошего особо там ждать не надо и вот учитывая этот печальный опыт в этом году наверное корея больше заказывать не буду то есть все корейцы которые есть они вот есть и все до следующего года их больше не будет а может быть и неизвестно как там дальше пойдет дело может быть и совсем не будет потому что и проблемы с таможней большие я проскочила на удачу в этот раз вот а многим девочкам очень не повезло и по посылке поехали обратно а может быть и не поехали обратно может быть таможенники себе их забрали потому что суккулентоводы любители есть и среди таможенников вот так кстати тыльная сторона у этой розетки уже вся в крапинку и в разводах в таких красных но это потому что мало света ей сейчас я включу когда лампы на постоянку она быстро окрасится она станет красивой и вот такие разводы будут не знаю видно нет такие разводы будут и с тыльной стороны листа и на внешней стороны листа друзья хотела вам еще показать как просыпается моя греновия вот смотрите начала вот эта капуста по одному листику откидывать это значит что она начала свои процессы жизнедеятельности сейчас она вся раскопуститься это ее нормальное состояние в зимний период в осенне-зимний период до мая в мае она начнется потихоньку сворачиваться за май свернется и опять будет вот в таком состоянии находиться все лето растение очень интересное очень прикольно наблюдать когда вот это происходит ну действительно качан капусты раскидывается вот смотрите я кстати такую вот греновию ни у кого вообще не видела хоть бы посмотреть и сравнить как у девочек такая греновия себя ведет вот у меня вот такое чудо даже не знаю хотелось конечно форму розочки несколько греновий которые были у меня в форме розочки я продала одна у меня осталась еще вот но это вообще что-то удивительное прикольное удивительное непонятное и интересное вот вторая греновия она кстати так до сих до конца и не заснула но сейчас она уже начала все равно разбрасывать листики была она под сжатий то есть она тоже начинает просыпаться ну возможно потому что молодая еще была вот такая вот ой солнышко выглянуло белка смотри смотри какие суккулентики сразу стали яркие ой воздуха такой хороший осенний прошел дождик пахнет листвой осенней вообще люблю такие моменты обожаю хочется в лес осенний запах осеннего леса ой что ж ты будешь подруга делать то когда я унесу цветочки печалька кого еще показать то это эхивере автерглоу ну красавицей стала невероятной красавицей прям смотрю на нее и балдею это что-то невероятное такой окрас такая изящная форма не знаю какой она будет на полках в прошлом году у меня с ней был не очень хороший опыт на полках она не хотела приживаться но сейчас прижилась я думаю что полегче нам с ней будет ну красавица вообще просто я не знаю с какой стороны на нее не посмотреть это вот тут лоу лэнсис у меня растет в этом горшочке уже достаточно крупная женщина ну автерглоу это конечно бомба а это пусяпа пусяпа ты моя страстную пусяпку тоже любимый она тоже любимый ее бросили ее бросили с разбитым в кровь носом она была вся в каких-то куриных вшах я ее подобрала маленьким котенком совсем маленьким ну году на два назад три не знаю уже когда она была такая измученная несчастная я ее обработала вылечила мою пусяпочку да простерилизовала это моя пусяпа ну она страшная но она такая нежная ну она страшненькая конечно кошка страшная бородатая прям борода у нее длинная глазюки у нее такие здоровые зеленые но все равно они все любимые белочка белочка моя они дружат вот кошатник так ну кого еще показать вот эту хеверю тоже покупали многие девочки я их несколько раз привозила поэтому интересно будет сравнить друзья ну представляете забыла вставлю название забыла вообще какой-то склероз окончательный у меня наверное осень на меня так действует ой боже ну вот с ней что-то такое творится вот она раздвоилась у нее стало две головы вообще превращается неизвестно во что вот здесь вот тоже в пазухах листьев я смотрю еще одна вот детка лезет там под юбкой еще одна детка лезет в общем какой-то она становится формы ужасной непонятной вот нет резкости не знаю беда но как раз тоже у нее красивый ну не такой конечно как у авторглоу но яркости у нее и налета тоже присутствует хорошо вот это мой шикарный лотос эхиверия гавоидес рубелла ой нет вру не рубелла боже всех забыла стыд то какой короче пора меня на списание забыла все названия это ж вообще страм страмотище забыла я ну ладно вспомню вот так сниму сейчас ее чтоб потом посмотреть кстати она под лампами тоже будет красная она оттенок свой не поменяет должна ну по крайней мере в том году так было смотрите какая красотень мощная такая розетка горшок тяжелящий ну и не потому что там грунт у нее ну грунт конечно тоже имеет вес приличный потому что у меня грунт нелегкий легких разрыхлителей у меня нет но сама розетка гавоидная они очень тяжелые прям внушительная такая грамм наверное 400 в ней будет без привлечения самая удивительная растение это суккуленты самые яркие самые сочные ну вот вот смотрите еще зелененькую если в центр поставить еще если варегатненькую ну это вообще будет сказка давай-ка мы сейчас вот так сделаем вот смотрите ну какое разнообразие красок и вообще я балдею ну класс вообще ой наслаждаюсь друзья ну не подумайте что я хвастаюсь просто наслаждаюсь я может быть и не выкладывал это видео у меня нет памяти в телефоне поэтому youtube это самый лучший самый лучший способ сохранить ваше видео ну все друзья поставила на место свое красное сокровище автор глоу буду наверное заканчивать видео так чуть-чуть полюбовалась цветонос этот валяется вот ну листик прилетел красота красота правда и божья коровка ползет по стеклу чудеса чудеса ну вот в мире животных когда еще такое будет месяцев через пять через шесть какая же у нас все таки зима долгая эх ну все друзья всем спасибо за просмотр грустно ну ничего не попишешь всем желаю здоровья добра и пусть осень в вашей жизни превратится в лето пока пока пока